Мазда CX-7 Сегодня компания Мазда проводит тест-драйв для российских журналистов. Это впервые происходит в Молдове. Такие производители, как Мазда, делают тест-драйв для обновленной модели CX-7. Российские журналисты приедут в Молдову, они будут тестировать новую модель. Это известные журналисты теле, радио, журналы авто. Они будут проводить тест-драйв по маршруту, который мы заранее подготовили. Это 300 километров по Молдове. Также они смогут по нашим дорогам увидеть все новшества, которые были сделаны в новом CX-7. Мазда обновила модель CX-7, она стала лучше, комфортнее, мягче. Шумоизоляция стала лучше, поэтому журналисты смогут оценить все эти качества. Прежде чем ознакомиться с преимуществами Мазда CX-7, журналисты смогли оценить по достоинству нашу столицу. Как оказалось, многие посетили нашу страну впервые. Я, наверное, буду стандартен, как многие увидевшие ваш город. Он очень зеленый, очень симпатичный, очень такой уютный. Вот, пожалуй, уютный – это самое главное впечатление. В нем не чувствуешь себя гостем. Почему-то сразу ты попадаешь в такое место, где хочется ходить, гулять, смотреть, дышать. В Молдове я первый раз, мне здесь очень понравилось. Очень такая ухоженная, интересная страна, аккуратная, трудолюбивая. После первых впечатлений о Молдове, московские журналисты перешли к обсуждению обновленной модели Мазда CX-7. Если сразу так сделать обобщающий вывод, я бы ее, наверное, сравнил с женщиной, которая сделала макияж, изменила прическу, покрасила по-другому ногти, по-другому немножко оделась, и при этом чуть-чуть изменила характер. Вот мои общие впечатления о машине. Он остался по-прежнему интересным, он остался по-прежнему ярким, но если сравнивать с предыдущей машиной, то она стала немножко другой, это Мазда CX-7. Не то чтобы хуже, не то чтобы заметно лучше, но вот другой. Может быть, она чуть меньше понравится любителям такой экстремальной езды, которые в первую очередь ценят в машине взрывчатость характера, вот яркость такого характера. Она стала чуть поспокойнее, чуть покомфортнее, нежели была. Но мне кажется, что, став более сбалансированной, Мазда CX-7 в итоге приобрела и приобрела она в первую очередь, наверное, ощущение комфорта, добротности, надежности. Вот такой надежности я не имею в виду качественной, а скорее всего ездовой. Мазда, особенно вот эта модель CX-7, она эволюционирует, то есть прогрессирует в своей конструкции, в своих потребительских свойствах. Прежде всего, очень понравилась вот прежняя модель Мазда CX-7, у нее был большой недостаток, это достаточно было шумно в салоне, то есть шумоизоляция оставляла желать лучшего. Сейчас шумоизоляция стала гораздо лучше, то есть появился явный комфорт в этом направлении. Также мне показалось, что ход у Мазды стал более плавный и ровный, то есть раньше все-таки на ней больше трясло, сейчас ход у автомобиля более комфортный. Ну и вообще Мазда CX-7 это автомобиль для тех, кто такой любит драйверскую агрессивную езду, она великолепно держит дорогу на поворотах, то есть на ней можно очень получать удовольствие от такой острой и агрессивной езды. Появилось русифицированное меню, чего раньше не было. Появилась такая мелочь, но очень удобная для водителя, как, допустим, регулировка продольная руля, не только по высоте, но и продольная. Опять же мелочь, но очень удобная мелочь, когда указатель поворота не надо каждый раз включать до фиксации, достаточно к нему прикоснуться и машинка несколько раз моргнет поворотничком, что тоже очень удобно. Ну а главное, главное, наверное, то, что попадая вот в новый интерьер, ты чувствуешь себя в новой машине. Где-то этот интерьер, говорю, немножко хочется покритиковать, где-то наоборот похвалить. В общем, я считаю, ничья, но ничья такая заслуженная, хорошая, интересная. После длительного тест-драва эксперты смогли выделить преимущество данной модели перед другими автомобильными марками. Они отличаются от других тем, что они предназначены в первую очередь для молодой аудитории, что главное в этой машине дизайн, и направлена она на тех людей, которые покупают автомобиль больше не по каким-то практическим соображениям, а больше по эмоциям. Здесь уж надо выбирать, или вы хотите совсем комфортный автомобиль, типа, там, Мерседеса, или какого-нибудь там американского автомобиля, типа, джип, который очень валкая и мягкая подвеска, но зато они не так хорошо рулятся на дороге, они могут заваливаться на поворотах, и приходится там подруливать. Но Mazda CX-7 именно для таких людей, можно сказать, молодых, агрессивных, спортивно настроенных. Главное отличие – это чувство драйва, чувство спорта, которое она доставляет. Она выглядит, во-первых, так, что на нее обращают внимание в потоке. Особо важный момент – насколько данная модель адаптирована к молдавским дорогам. По вашим дорогам, на самом деле, очень комфортно. Мы были очень рады, что это не какой-то там спорткар, а именно внедорожник, потому что, несмотря на то, что она хорошо управляется, при этом она еще хорошо любит глотать в кавычках все вот эти вот дорожные проблемы. Этот автомобиль прежде всего подкупает тем, что он отлично борется с сюрпризами молдавских дорог. Думаю, что с сюрпризами российских дорог будет бороться не хуже. Я предлагаю всем по возможности прийти в салон, записаться на тест-драйв и попробовать, что такое обновленная Mazda CX-7. Поверьте, в общем-то, вы найдете в этой машине не только обновленную внешность, но и совсем другое внутреннее содержание. А те, кто на этих машинах ездил до этого, наверное, найдут и другие черточки характера, которые, в общем, стоит обсудить, оценить и думаю, что многим они понравились. Спасибо за Молдавию, за гостеприимство и вообще хорошая страна. Нам здесь очень нравится, очень красиво, все цветет, природа отличная. Спасибо вам, что предоставили возможность провести тест-драйв здесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...